МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Ирина Нижалова. Губернатор округа Игорь Кошин принял участие в заседании Государственного совета, посвященного вопросу экологического развития Российской Федерации в интересах будущих поколений. Госсовет прошел в Москве в Большом Кремлевском дворце под председательством президента России Владимира Путина. Это мероприятие дало официальный старт Году экологии в России. Перед Россией стоит задача поэтапного перехода к модели устойчивого экологического развития, отметил глава государства на заседании Госсовета. По его словам, этот вопрос исключительно важный для повышения эффективности всей экономики страны и для улучшения качества жизни граждан, для раскрытия потенциала наших регионов. Владимир Путин напомнил, что наступающий 2017 год объявлен годом экологии, а экологическое направление заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России как приоритетное. Хочу подчеркнуть, гигантский, именно гигантский природно-ресурсный потенциал России, безусловно, имеет планетарное значение. Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости. В ходе заседания глава государства обозначил самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного решения. Среди них снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоем и в почву, обезвреживание отходов производства и потребления. Требует внимания и решение проблем энергоснабжения, сохранения лесов, почв, водного пространства, уникальных природных объектов, редких видов животных и растений. Хрупкая экосистема нашей Арктики восстанавливается десятилетиями от самого незначительного ущерба. Поэтому для нас внимание Федерации к вопросам экологии особенно ценно, отметил глава региона Игорь Кошин. С основным докладом выступил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской. В своем выступлении он отметил необходимость развития системы охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия. В настоящий момент в Ненинском округе создано семь особоохраняемых природных территорий регионального значения. Проведены комплексные обследования трех территорий для придания им такого статуса. Это заказники Хайпудырский и Паханческий, а также природный парк Северный Тиман. Всего же к 2021 году в регионе планируется создать пять новых особоохраняемых природных территорий. К уже названным добавятся заказник Вашуткинские озера и самый большой по площади природный парк Югорский. Ирина Цепитова, Телеканал Север. Открытие зимника на Ринмар-Усинск откладывается из-за теплой погоды. Плюсовая температура и отсутствие достаточного количества снега в тундре не позволяют открыть временную дорогу для проезда всех видов транспорта 28 декабря. Эту дату ранее называли в окружном департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта. На сегодняшний день на трассе обеспечен сквозной технологический проезд только для грузового и полноприводного транспорта. По словам директора на Ринмар-Доремстрой Владимира Низева, в настоящий момент обустройство временной дороги продолжается. На всем протяжении трассы работники предприятия устанавливают дорожные знаки и вешки. Проливка дороги начнется только после того, как температура в тундре опустится ниже 10 градусов мороза. Как пояснил руководитель организации, наземники начали работу четыре дорожно-ремонтных пункта, в которых попавшие в чрезвычайную ситуацию водители смогут отдохнуть и дождаться помощи. На крутых спусках и подъемах дежурят бульдозеры. Тем не менее, руководство Наринмар-Доремстроя просит жителей округа воздержаться от поездок по трассе до ее официального открытия для всех видов транспорта. В этом году зимник вновь пройдет вдоль строящейся дороги Наринмар-Усинск. Общая протяженность его составит почти 86 километров. В 2017 и 2019 годы, с учетом ввода участка строящейся автодороги Наринмар-Усинск, она сократится до 72 километров. Ниницкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печора и морю, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов. 28 декабря единый номер вызова экстренных служб 112 по техническим причинам функционирует в ограниченном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС России по НАО. В случае чрезвычайных происшествий жители и гости города и округа могут позвонить по прямым номерам экстренных оперативных служб. 01 или 101 для вызова пожарной службы, 02 или 102 для вызова полиции, 03 или 103 для вызова скорой помощи, 04 или 104 для вызова газовой службы. Телефон доверия главного управления МЧС России по Ниницкому округу 499-99. Они первыми приходят на помощь, спасают жизни других людей, подчас рискуя собственной. Представители одной из самых мужественных профессий, спасатели, отметили свой профессиональный праздник. Торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателей России, прошли во Дворце культуры Арктика. Там же состоялось и награждение. По знамя главного управления МЧС России по Ниницкому округу, прошу всех встать. Российский корпус спасателей был образован 27 декабря в 1990 году. День спасателей отмечается с 1995 года. Это профессиональный праздник всех, кто работает и служит в МЧС, региональных и муниципальных службах спасения, разных видах пожарной охраны, нештатных, общественных, спасательных организациях. Работа эта сложная и очень ответственная. Об этом говорилось и в поздравительном бисьме от губернатора округа Игоря Кошина. Во все времена работа спасателя была уделом отважных, мужественных, сильных людей. Каждая нештатная ситуация требует предельной собранности, выдержки, умения быстро принимать верные решения. Никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. А поэтому важно, чтобы помощь была оперативной и квалифицированной. Климатические условия в Ненецком автономном округе требуют от каждого из вас высокого профессионализма. Как отметил председатель собрания депутатов НАО Анатолий Мяндин, условия Крайнего Севера придают особую значимость работе спасателей. Большая продолжительность темного времени суток, низкие температуры, необъятная тундра и своенравная река Печора создают особые условия для работы. Но в каких бы ситуациях ни оказывались люди, каждый знает, что к нему придут на помощь. Вы всегда на деле доказываете свой профессионализм, свою компетентность. Рискуя своей жизнью, боретесь с огнем. С последствиями паводка, с другими стихийными последствиями, с другими стихийными бедствиями. И всегда приходите на помощь пострадавшим. Профессия спасатель – это своего рода образ жизни людей, которые посвятили свою судьбу защите окружающих от природных катаклизмов и техногенных катастроф. Каждый спасатель, который идет на работу, готов в любую минуту совершить подвиг ради спасения других. Уважаемые друзья, разрешите от имени Главного управления МЧС России по Невскому автономному округу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго, успехов, здоровья. Берегите себя и своих близких. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать нашим ветеранам, которые стояли у истоков создания нашей системы. Эти люди и сейчас находятся на боевом посту и передают свой богатый жизненный опыт молодому подрастающему поколению. Спасибо им. Здоровья. Всего самого доброго. В этот день прозвучало много поздравлений в адрес представителей мужественной профессии. Сами спасатели о своих достижениях и заслугах много говорить не любят, потому как их профессионализм проявляется на деле. А вот поздравить своих коллег с профессиональным праздником согласились. Поздравляю всех коллег и всех сотрудников структуры МЧС с нашим профессиональным праздником. Желаю всем главное здоровья, поменьше выездов, спокойных будней. Поздравляю всех своих коллег с профессиональным праздником День спасателей. Желаю поменьше работы, уюта в семье, здоровья, счастья. За особые заслуги в связи с профессиональным праздником сотрудники Главного управления МЧС, Первой пожарной спасательной части, Центра ГИМС, Ненецкого арктического комплексного аварийно-спасательного центра и поисково-спасательная служба награждены почетными грамотами и медалями. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. прийти на получение ими презентов и гостинцев от физических и юридических лиц. Эти ограничения зафиксированы в Гражданском кодексе РФ и ряде нормативных правовых актов. Подносить и принимать ценные подарки запрещено лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, а также служащим Банка России, работникам государственных компаний, государственных внебюджетных фондов. Исключения могут составлять, например, подарки, связанные с протокольными мероприятиями и служебными командировками, в случае, если стоимость презента составляет менее 3 тысяч рублей. При этом чиновник обязан уведомлять обо всех фактах получения подарков в связи с его должностным положением или исполнением служебных обязанностей. Подарки стоимостью свыше 3 тысяч рублей признаются собственностью Российской Федерации, регионов и муниципальных образований. Воспользоваться ими указанные лица могут, но только если выкупят за свои деньги. Минтрод России напоминает, что получение подарка за рамками протокольных и официальных мероприятий является серьезным нарушением, создает условия для конфликта интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых решений, а также влечет ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка и уголовную ответственность. По итогам работы в 2016 году педагоги окружных дошкольных учреждений получат дополнительные премии. На эти цели из бюджета НАУ направят 24 миллиона рублей. Таким образом, уровень средней заработной платы воспитателей станет равен средней зарплате учителей в соответствии с майскими указами президента России. Согласно федеральным нормативам, к педагогам дошкольного образования относятся воспитатели, инструкторы по физической культуре, логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители детских садов. Уровень зарплаты в общем образовании Ненецкого округа на сегодня составляет 64 тысячи 230 рублей. По данным профильного ведомства, в сфере дошкольного образования с окружными детьми работают 465 педагогов, в том числе 206 на селе. Окружная полиция присоединилась к всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». В период с 20 декабря по 15 января во всех субъектах Российской Федерации представители ОМВД проведут мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения и правового информирования несовершеннолетних. Вместе с полицейским Дедом Морозом в одной из школ города побывала и наша съемочная группа. Необычная встреча состоялась сегодня в одном из начальных классов школы номер один. В гости к учащимся пришли «Полицейский Дед Мороз» и «Снегурочка». Здравствуйте! Дед Мороз! Я подарки вам придет! Много радости, смеха, много счастья и веселья! Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» проводится по всей стране по инициативе МВД России. Подробнее о ней нам рассказал лично новогодний волшебник. Данная акция направлена на доведение информации до детей о поведении в общественных местах, в том числе на транспорте, о правильном и вежливом общении со взрослыми, а также в коллективе, во всех школах, во всех учреждениях образования. В ходе акции сотрудники полиции провели для ребят профилактические беседы, новогодние викторины и конкурсы на правоохранительную тематику. Конечно, не обошлось и без новогодних стихотворений, которые дети подготовили специально для встречи с Дедушкой Морозом. В заключении ребята исполнили новогоднюю песню. Завершилась встреча общим фото на память. Впереди у ребят новогодняя ёлка, а Деду Морозу пора спешить в следующую школу, чтобы успеть донести до ребят необходимую информацию. Но вот они ещё не выросли. У нас год только начинается, поэтому у нас птенчики маленькие, они в лукошке сидят. Татьяна Пензенцева, руководитель женского клуба «Душечка», показывает одну из последних своих работ – очаровательных птенцов в корзинке. Как шутя говорит женщина, когда-то несколько окружных любительниц, совсем неопытных, как птенцы, пришли в Центр декоративно-прикладного творчества, который стал не только местом рукоделия, но и вторым домом. Почему мы сюда ходим? Можно этим заниматься дома? Да, если небольшие вещи, этим можно заниматься дома. Но мы здесь каждый раз учимся, у нас здесь содружество и сотворчество. Мы постоянно подпитываемся один от другого идеями. Потому что здесь такая атмосфера, здесь тебе всегда рады, здесь тебя научат, здесь тебя поймут, подскажут. И здесь нам всем душевно хорошо. Благодаря душевному теплу и более 70 мастерицам, которых объединил общий дом, каждую неделю в нём рождаются новые войлочные шедевры – национальные игрушки, изделия из кости, интерьерные куклы и многое другое. Мастер-классы посещают не только любители рукоделия, но и педагоги Дома детского творчества, школы искусств и учителя общеобразовательных школ. 15 лет назад, когда только появился Центр, за творческими знаниями пришли и известные в настоящее время окружные мастерицы. Моё знакомство с этим домом состоялось тогда, когда я ещё работала учителем первой школы, учителем технологии. И здесь проводились и проводятся мастер-классы и приглашают мастеров с разных городов. И для того, чтобы поднять уровень своих познаний и передать это детям, потому что учитель должен обучать своих детей. Это первое правило. Знакомить с разными культурами и с разными технологиями обработки того или иного предмета. 15 лет назад, наверное, мы не имели такой возможности искать какие-то идеи в интернете и каким-то образом делиться этим. То есть это как раз было, наверное, каким-то... какую-то возможность... появилась возможность каким-то образом делиться друг с другом и показывать то, что мы творим. Показывать своё творчество окружные умельцы стали 21 декабря 2001 года. Именно тогда центр открыл двери для всех посетителей. Первым мероприятием нового дома стала выставка окружных мастеров декоративно-прикладного творчества. Следующим этапом нашей работы – это было создание женских клубов, клубов по интересам. В 2007 году мы написали проект «Сохраним наследие», благодаря которому на базе нашего учреждения прошло более 70 мастер-классов по разным направлениям прикладного творчества. Этот проект работает и сегодня. За 15-летнюю деятельность домик творчества, так привыкли называть его рукодельницы, неоднократно менял своё название. С 2015 года он стал отделом декоративно-прикладного творчества и этнокультурного центра. Такой тандем, по словам Марины Маргось, позволил расширить границы народного искусства. Проводятся совместные мастер-классы, реализуются общие проекты и появляются новые мероприятия. Но главное – остаётся неизменным. В этом доме всегда тепло и уютно, и для каждого здесь найдётся занятие по душе. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно и на нашем сайте www.trksever.ru. Далее прогноз погоды.